Здравствуйте! В эфире же недельные новости Смоленск АЭС в студии Анны Пименова. Мы расскажем о важных событиях и жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Капитальный ремонт энергоблока номер один. Семинар «Лидерство в атомной энергетике». Мероприятие в рамках Всемирного дня охраны труда. На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленск АЭС сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». Выработка 58 млрд 992 млн, плюс 1 млрд 349 млн, мощность фактическая 2133 мегаватта, плюсом 2116 мегаватт, то есть 102,5% от задания ФАС. О техническом состоянии Смоленской станции сообщил главный инженер предприятия. В работе второй и третьей энергоблоки суммарная нагрузка 2120 мегаватт. Выработка электроэнергии за 16 дней апреля составила 765 млн кВт-часов электроэнергии, что превышает плановое задание на 42 млн. С начала года выработано более 6 млрд кВт-часов, сверхплана – 432 млн. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленск АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. 26 марта в соответствии с годовым графиком ремонтной кампании, утвержденным концерном «Росэнергоатом», энергоблок номер один выведен в плановый капитальный ремонт продолжительностью 50 суток. Для успешного выполнения запланированных работ на Смоленск АЭС открыты 4 ПСР-проекта, в которые вовлечены работники атомной станции и подрядных организаций. Их цель – сократить потери, повысить производительность труда и качество работы. Из основных работ мы выполнили ремонт по реакторной установке. Это выгрузили топливо в большом объеме из зоны, сделали внутриреакторный контроль. По результатам измерений двумя подрядными организациями «Пролог» и «Неким-то Атомстрой» результаты обнадеживающие. Поэтому у нас работы по продлению ресурса графитовой кладки сдвинуты с 2019 года на 2020 год. Выполняются работы по контролю сварных соединений ДУ-300. Работы в основном выполнены. Остались работы, которые связаны с просветкой при пораженном контуре. Осталось 22 сварных соединений проконтролировать. Выполняются работы по замене прокладок ЗРК. Их достаточно большое количество. Сейчас мы еще находимся в первой четверти пути в этом направлении. По ДУ-800 мы выполнили контроль сварных соединений ДУ-800. Результаты по сравнению с прошлыми периодами не увеличились. В реакторном отделении мы еще выполнили работы по замене шадров на контуре охлаждения СУС. Предстоят еще к выполнению работы по помещениям 404-м. Это замена шадров 32М. Расходомеры по технологическим каналам. По турбинному цеху на стадии завершения работы по техническому свидетельствию подогреватель низкого давления ПНД. В настоящий момент уже на место поставлены трубные пучки. Установлены крышки. Заварены усиковые швы на трубопроводах и крышках корпуса. Работа идет в графе. По генератору номер один и генератору номер два. На данный момент демонтированы возбудители, снятые со своего штатного места. Выведены роторы на обеих машинах. Кроме того, извлечены газохладители на этих генераторах. В настоящий момент работники силовых машин провели обследование статоров. Существенных замечаний не обнаружено. Та работа, которая у нас была на критике по генераторам, это открыт ПСР-проект у нашей подрядной организации, так же, как и на ПНД. И мы уверены, что эта работа будет выполнена. Семинар «Лидерство в атомной энергетике» организовали в Десногорске Московский центр ВАОС и Смоленская станция. 30 специалистов АЭС России и Болгарии, проектных, ремонтных учреждений, научно-исследовательских институтов получили сертификаты об успешном прохождении обучающего курса. Среди тем, которые были включены в программы семинара, портрет и атрибуты лидера, личностные стили поведения, культура ядерной безопасности, человеческий фактор, предотвращение ошибочных действий, позитивное стимулирование персонала, наблюдение за выполнением работ и управление временем. Мы представляем видение всемирной организации, в котором это такое консолидированное требование по станциям в наших нормативных документах, которым должны соответствовать все станции, атомные станции всего мира. Мы пытались донести такую идею, одна из важнейших идей с нашей точки зрения, что лидер – это человек слова и дела. Все первые семинары, которые мы проводим не в офисе, не в Москве, а на станциях, они проводятся на Смоленской АЭС, что демонстрировать проактивную позицию руководства Смоленской АЭС. Ну что такое проактивная позиция? Это когда люди работают на предотвращение каких-то негативных тенденций. Все, кто прошел обучающий курс, в завершении высказались о его полезности, практической применимости представленных методов и инструментов. Для одних главным стал вывод о том, что лидерами не рождаются, а становятся. Другие подчеркивали актуальность обсужденных тем в связи с происходящей сменой поколений. Третьи благодарили за возможность пообщаться с опытными атомщиками и сделать за несколько дней решительный шаг в своем развитии. Для атомной энергетики, энергетики как высокого рискового отрасла, производства, это очень важно. Человек должен уметь вовлечь других за собой. Простым доступным языком, казалось бы, прописные истины, но эти прописные истины, они систематизированы так, что оно действительно в жизни потом все поможет. По атомной энергетике без лидерства вообще невозможно. И строили, и разрабатывали все люди с большой буквы. Иначе просто невозможно. Насколько это сложные, серьезные объекты, что если человек не обладает лидерскими качествами, этот объект не спроектировать, не построить и не эксплуатировать тоже. Создание безопасных условий труда, сохранение здоровья работников и профилактика травматизма – эти важные вопросы системно решаются во взаимодействии руководства Смоленск АЭС, профсоюза, службы главного инспектора и уполномоченных по охране труда. Всемирный день охраны труда, который в этом году посвящен охране труда молодежи и недопущению детского труда – замечательная возможность напомнить всем о значимости соблюдения правил безопасности на производстве и в поседневной жизни. На Смоленск АЭС международная акция отмечается ряда мероприятий. Вопросом создания безопасных условий труда для трудовой деятельности молодых сотрудников был посвящен круглый стол в рамках расширенного заседания правкома. Как сообщила ведущий инженер отдела охраны труда Наталья Воробьева, в этом году Международная организация труда привлекла внимание общественности мира к данной теме в связи с тем, что уровень производственного травматизма среди молодежи на 40% выше, чем среди взрослого населения. И совместная компания призвана активизировать усилия по защите трудовых прав молодых работников ликвидации всех форм детского труда. Ежегодно на Смоленск АЭС проходят практику около 200 студентов, практикантов высших профильных вузов, входящих в консорциум Росатома и студенты из Белорусского национального технического университета, также студенты Десногорского энергетического колледжа. 20 апреля состоится награждение победителей конкурса детского рисунка «Охрана труда глазами детей», в котором приняли участие 129 юных художников. Победители и призеров ждут памятные подарки и дипломы. Их рисунки будут представлены на выставке в Центральном аппарате концерна «Росэнергоатом». А 27 апреля на совещании по подведению итогов Дня охраны труда состоится награждение победителей конкурса плакатов, на который представлено 29 творческих работ. Десногорцы присоединились к пятой всероссийской экологической акции «Зеленая весна», которая ежегодно проводится по инициативе Неправительственного экологического фонда имени Вернадского. В городе стартовал месячник по уборке города, который завершится 28 апреля общегородским субботником. Каждый житель может внести свою лепту в наведение порядка и чистоты во дворе своего дома. 28 апреля с утра по традиции стартует общегородской субботник. В нем примут участие трудовые коллективы Смоленск-АЭС, предприятия и учреждения города, общественные организации. Генеральная уборка охватит улицы, дороги, скверы, набережную, дворы, территории торговых точек, прибрежную полосу в районе скалодрома. Как всегда, единой командой поработаем на славу, чтобы в майские праздники Десногорск засверкал яркими красками. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленск-АЭС. С важными событиями жизни станции вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте rosenergoatom.ru, а также в официальной группе Смоленск-АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА